Современные пенсионеры не сидят сложа руки, потому что государство многое делает, чтобы жизнь на пенсии была комфортной. Регулярная выплата пенсии – это очень важный фактор для людей, которые уже оставили рабочие свои места. Плюс социальное обслуживание и внимание государства, и медицинское обслуживание у нас для пенсионеров на данном этапе бесплатное. Льготная помощь, лекарства. Те, кто вел активную жизнь до пенсии и на заслуженном отдыхе, предпочитают не отсиживаться дома, а найти себе занятия. Немало клубов по интересам работают в Гродно для людей преклонного возраста. Кроме прикладных занятий, они дают то, чего так подчас не хватает пенсионерам. Вообще им очень не хватает общения, внимания. Но мы стараемся их этим не обделять. Устраиваем для них концерты, мероприятия. Также они занимаются в кружках, участвуют в общественной деятельности. Ну, любые БТВ-вопросы также для них решаем. Взрослые дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Так гласит Кодекс брака и семьи. Но современный темп жизни диктует свои условия, в которых не всегда удается в должной мере исполнить свой сыновий долг. В таком случае на помощь приходят социальные службы. Они обеспечат съеделкой или организуют помощь по хозяйству одиноко проживающим пожилым людям. Смотровые комиссии придут профессиональным взглядом оценить, в порядке ли коммуникации, нет ли проблем с газовой или дровяной печью, канализацией. Делают все, чтобы люди старшего поколения не чувствовали себя брошенными и забытыми. В рамках реализации государственного социального заказа у нас красным крестом граждан пожилого возраста и ветеранам оказываются медико-социальные услуги. Белтизм оказываются услуги инвалидам по зрению в пространственном ориентировании. Также с прошлого года у нас работает социальное такси бесплатно. То есть можно поехать в поликлинику, в зоны отдыха. Забота – понятие круглогодичное, а пожилые люди требуют к себе повышенного внимания. Проявить участие к ним несложно, часто достаточно разговора. А самый простой способ порадовать любимую бабушку – позвонить ей. Иолан Табудила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.